Привет всем, кто любит танцевать. Меня зовут Артур Клещ Хабиров и сегодня наш выпуск будет посвящен мероприятию, которое проходило в нашем городе в середине марта под названием Чак-Чак, часть 2. Смотрим отчет. Чак-Чак, часть 2. Прошел 12 марта в спорткомплексе «Лидер». Мероприятие было организовано танцевальной школой Offbeat 911 совместно с парнями из No Sense. По сравнению с прошлым разом география фестиваля расширилась в несколько раз. К нам приехали гости из Самары, Казани, Екатеринбурга и многих городов нашего региона. Брейкинг на Чак-Чаке судил Flying Buddha, команда Top9 Crew, Санкт-Петербург. Top9 Crew – это одна из самых сильных команд в мире по брейк-дансу. Хип-хоп, хаос и экспериментал судил человек, который известен всем танцорам в нашей стране и за ее пределами – Евгений Барышев из Москвы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я решил съездить просто на тусу, потусить, прокачаться, поджемить в кругах, пообщаться с бип-боями. Ну, организация довольно-таки хорошая. Мне нравится, что не так много номинаций. Обычно приезжаешь, много номинаций, очень долго ждешь и просто сгораешь перед баттом. А здесь, ну, нормально. То есть прошел хип-хоп буквально там минут сорок и все, и проект начался. А вот в этом большой плюс, а минусов я, вроде, таких особо не заметил. С какого города вы приехали? Самара. А чем вас привлекло именно это мероприятие? Ну, мы ни разу не были в Уфе, поэтому мы решили посетить ваш чудесный город. Что можете сказать по поводу судейства? Достойное оно? Ну, судейство хорошее. В брекинге Флэн Гуда одна из топовых команд в России и вообще мировых в хим-хопе. Аналогично Евгений Барышев, то есть достаточно высокий всероссийский уровень. Привет! Город Октябрьский. Какую команду представляешь? No Sense Crew, United Zoo, Санкт-Петербург. Сегодня где танцуешь? В каких номинациях? Два на два брейкинг. Чем тебе привлекло это мероприятие? Ну, то, что собираются столько чуваков, с которыми мы танцуем вместе, прокачиваем бит в кругах. Ну, вообще атмосфера, в общем, нравится. Что ты ждешь от мероприятия? Хорошего настроения. За моей спиной проходит отбор по брейкингу два на два. 54 двойки со всего Урала приехали к нам в город на Чак-Чак, часть вторую, чтобы узнать, кто же будет лучшей двойкой на фестивале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Уфе просто уровень еще очень маленький, поэтому народ, ну, как бы так, не знает еще, что делать на таких тусах. Как ты думаешь, что нужно сделать для того, чтобы уровень рост? Ничего, объяснять людям, учить их прокачивать. Нравится ли тебе то, что сейчас происходит в хип-хоп-культуре в нашей стране? Ну, ты тоже хип-хоп-танцы говоришь? Да, да. Нравится? Мне нравится, потому что это все развивается и растет. И то, что народ уже, ну, не только готовится на тусах, что народ уже реально качает, думает о культуре, ну, приносит в себя эту культуру. И она развивается. Сколько лет? Самое главное – 10. Что для тебя главное в танцоре, когда ты стутишь, предположим, твоих интересах действий? Ну, первое – это, конечно, слышать музыку или нет. Второе – это, ну, танец, то есть оригинальность, там, как бы от души он идет, не от души. То есть танцует человек или нет? Третья уже – техника. Баттл должен быть баттлом. Ну, да, смысл баттла? Прийти, выйти, показать свой стиль. Да нет, ну, ты должен чувака выбирать. Как бы, ну, все это в рамках баба. Ты ушел, все, вы, как бы, друзья. Ну, в первую очередь, если ты танцуешь хип-хоп, ты должен знать, откуда он пошел. В первую очередь, знать историю. Во-вторых, ну, хип-хоп – это уличная культура, поэтому каждый должен принести часть себя. Если ты ничего не приносишь в эту культуру, тогда, ну, смысл, твоё нахождение там. Вот. И третий – ну, не париться, слушать музыку и танцевать. Не париться, потому что, как бы, важно не то, что ты, насколько ты там знаешь базу или насколько ты там можешь повторить какие-то движения. Важно то, как ты чувствуешь музыку и через себя его пропускаешь. То есть, ну, твоё, твоя частичка. В Хаус Контест зарегистрировалось более 50 команд. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, молодёжь! Как настроение? Хорошо! Всё нравится? Да! Где вы участвуете сегодня? По брейку танцуете? Да! По брейке «Ркзана-2»? Да! Сегодня, Егор, диджей на тусе «Чак-чак». А что тебе нравится в мероприятии? Мне нравится то, что у вас очень много молодёжи танцует. Может быть, она танцует ещё не очень хорошо, но зато она есть, и это очень радует. И это, как бы, то, чему мы, в принципе, наверное, и стремились все, когда учились заниматься в первые разы, внося эту культуру в массу, как бы. Я думаю, это плоды наши, в том числе твои, мои. Привет, Рустик! Я смотрю, ты подустал, присел. Всё нормально? Да, я только что пообедал. Здесь очень вкусно, кстати, кормят. И я не то, чтобы подустал, а просто расслабился перед очередным своим заходом. А как тебе мероприятие? Мероприятие поражает количеством участников. Это просто что-то шокирующее. По 50 двоек в каждой номинации. Это хип-хоп и брейкинг, я имею в виду. Это довольно много. Не всегда такое бывает. Наступило время нового контеста под названием Experimental. Направление Experimental довольно новое для нашей страны, но во всём мире оно пользуется огромной популярностью. Субтитры сделал DimaTorzok Experimental отличается от других видов танца своей нестандартностью и разнообразием танцевальных движений. Flying Buda выбрал 8 команд, и только 2 будут биться в финале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пользуясь случаем, ко мне на самом деле очень много человек сейчас подошло и спрашивают, почему я проиграл. Я просто смотрю на некоторых, когда вы танцуете, ну, и вас не качает. Просто это чувствуется, качает человека или нет. А вы потом подходите и спрашиваете, почему я проиграл. Вы просто сами задумайтесь, почему вы проигрываете. Потому что если вас не качает, как... Как объяснить, почему ты проиграл? Да-да. Правильно? Да, правильно. Просто не парьтесь, слушайте музыку и танцуйте. Как вам нравится, танцуйте. В финале брейкинга показывали свое мастерство 2 команды. Команда NoSense в составе F-Rocca и Легионера против Мэла и Вани из Екатеринбурга. Этот батл был достоин финала. Продолжение следует... В финале по хаосу бились сборные Уфы и Перми, Донте и Малиша сам, против Мулы Зуева и Регины из Самары. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, лучшими в брейке стали ребята из NoSense Crew. На хип-хопе в этот день были Джамал и Мари из Самары, экспериментал взял Сережа Дефис из Jet Force. Лучшими в хаос-контесте стали Мулазуев и Регина из Самары. И лучшей биггерл в этот вечер стала биггерл Босси Женсовет, город Уфа. Поздравляю вас с победой. Какие у вас впечатления после тусовки? Все очень круто. Очень устали, но по-хорошему такая усталость, приятная. То есть прям, как сказать, оттанцевали, прям душевно. Мне очень понравилось. Мы утром приехали, все сонные, но как бы организация сделала все хорошо. Баттл такой позитивный, что даже не уснули на полную прям санцевали. Мне понравился ваш диджей. Очень музыка. Да, вот музыка прям... Потому что часто приезжаешь на фесты, и вот с диджеями часто от музыки очень много зависит. А вот как бы здесь все очень было нормально. Подобные мероприятия, как Чак-Чак, часть 2, проходят в нашем городе очень редко. Поэтому совет вам, дорогие телезрители. Если что-то проходит в нашем городе, обязательно посещайте такие мероприятия всей семьей. И вы получите огромный заряд положительных эмоций. Всю информацию о тусовках нашего любимого города вы найдете на сайте nightparty.ru. Если вы любите фанк и хип-хоп музыку, то посетите сайт theroots.ru. Обсудить все выпуски передачи «Танцуй» вы можете на форуме телеканала you2you.ru и ВКонтакте. С вами был Артур Хабиров, я полетел на вертолете домой. Увидимся ровно через две недели. И будем прокачиваться в бит. Редактор субтитров А.Семкин